Вычислить собственника животного несложно. У каждой коровы есть бирка, по которой можно определить хозяина. С начала года составлено более 10 административных протоколов за нарушение правил выгула крупного рогатого скота. Как правило, буренки бродили на сельских дорогах и даже выходили на федеральную автотрассу, что категорически запрещено. По статистике, нарушителями становятся одни и те же хозяева, которые не понимают, что оставлять животное без присмотра нельзя. Так, например, на владельцев крупного рогатого скота по улице Гусаровская в районе села Нижняя Шиловка был составлен далеко не один протокол. Помимо бесконтрольного выгула, штрафные санкции предусмотрены из-за отсутствия идентификационной бирки. Биркование вы проходили? Ну да. Но на момент проверки бирка отсутствует. Мы вам выдадим требования. Она выпала? Она была? Принесете нам эту бирочку. Мы вам выдадим требования о повторном бирковании. Если животное не проходило процедуру биркования, то хозяину придется еще заплатить штраф в размере 500 рублей. А вот бесконтрольный выгул крупного животного обойдется владельцу уже в 3 тысячи. Мы возражаем только по одному вопросу. Чтобы коровы не ходили по дорогам общего пользования. Безнадзорно. Чтобы коровы были всегда под присмотром. Всего в районе Нижнейшиловского округа насчитывается порядка 500 голов крупного рогатого скота. Это коровы, козы, овцы. Выпускать животных за ограду владельцы могут только вместе с пастухом. А тот в ответе за маршрут стада, его безопасность и безопасность прохожих и водителей. В проверках участвуют представители ветеринарного управления и сельских администраций. В случае, если мониторинговая группа обнаружит безнадзорное животное без бирок, его отвезут на временный полигон. Там сотрудники полиции составят необходимые документы и займутся поиском хозяина.